Сияние славы Бога, образ ипостаси Бога или точное изображение природы Бога, тот, кто держит все словом силы своей, тот, кто совершил с собой очищение наших грехов и сидящий на престоле величия на высоте. Вы, скорее всего, догадались, что это отрывок из самого начала послания к евреям, слова апостола об Иисусе Христе. В истории человечества вряд ли была другая, ну вот такая личность, о которой бы столько спорили. Личность, которая вызвала бы разногласия среди людей. Но вот наше время совсем не исключение. Приведу очень яркий пример. Немножко больше, чем 30 лет назад, это середина 80-х годов, здесь в Америке собралась группа из 150 человек. Это были представители разных христианских динаминаций. Но вот движение этих людей получило название «Семинар Иисуса». Семинар в смысле обсуждения. Своей целью это движение поставило воссоздать образ исторического Иисуса. Так вот, для того, чтобы реконструировать не библейского, а исторического Иисуса, из содержания Евангелия было устранено все, что вызывало сомнения участников этого семинара. Очень интересно, что работа этих людей проходила путем голосования. Голосование цветными кубиками. Они собирались, читали священное писание. Если участники были согласны с тем, что говорила Библия, они выставляли красный кубик. Если они немножко сомневались в том, о чем говорит священное писание, они ставили кубик другого цвета, розового. Если сомнений было еще больше в поисковании Евангелии, они ставили серый кубик. Если они не были согласны с тем, что говорит Библия об Иисусе Христе, они ставили черный кубик. Именно так, реконструируя исторического Иисуса, семинар бросил тень сомнения почти на все, что говорится в Библии об Иисусе Христе. Согласно анализу этих людей, Евангелие нельзя воспринимать как источники достоверной реформа информации. В середине уже 90-х годов семинар Иисуса выпустил свою версию новозаветних Евангелий. Вот так очень маленькая группа людей оказала существенное влияние на мирское общество. Почему? Потому что средства массовой информации очень быстро представили всему миру эту противоречивую позицию семинара. Между прочим, все то, что производил Голливуд в конце 80-х и 90-х годов, было взято из выводов этого движения. Но можно ли считать эти события чем-то новым или неслыханным? Нисколько. Еще в первом столетии появилась группа под названием Ивианниты. Эта группа состояла из остатков крайне иудействующего христианства, то есть христиане, которые продолжали придерживаться закона Моисея. Так вот, эти люди учили, что Иисус, сын Марии и Иосифа, так хорошо исполнял закон Моисея, что Бог избрал этого человека быть Мессией. Сознание того, вот это вот избрание пришло к Иисусу в момент Его крещения. То есть это были люди, которые отвергали Божество Иисуса Христа и Его рождение от Девы. Ивианниты это демонстрировали еврейское извращение истины. Кроме этого, существовало языческое извращение истины об Иисусе Христе. Целый ряд многочисленных религиозных учений под названием гностицизм. В основу этой системы было положено два независимых и несводимых друг к другу начала. Нечто более высокое и нечто более низкое. Иногда говорили дух и плоть, иногда говорили добро и зло. А плоть считалась злом, и поэтому люди утверждали, что Бог не мог быть плотью и не мог стать плотью. Таким образом, к личности Христа следовало приближаться одним из двух путей. А эти люди утверждали, что Божественность Христа появилась в человеческой природе при Его крещении и покинула Иисуса Христа вскоре перед Его смертью. С другой стороны, утверждали, что Иисус был своего рода призраком и обладал только видимостью плоти. Прошло несколько столетий. В начале IV века появился христианский священник, служитель церкви в городе Александрея. Его звали Арий. Он возглавил сторонников еще одного учения, которое утверждало, что хотя Христа можно называть Богом, Он не был истинным Богом. И ни в коем случае не может быть равным Богу в смысле сущности или, самое главное, вечности. Арий утверждал, что Христос был сотворен прежде временем. Таким образом, Христос не был вполне Богом и не был вполне человеком. В 325 году в городе Никея состоялся первый Вселенский собор церкви. Собор отверг арианство как ересь и заявил, что Иисус Христос был единородным, несотворенным и единой субстанцией с Отцом, Сыном. Высказывание, которое вошло в текст Никея Цареградского символа веры. Однако Никейский собор не закончил полемики и споров о личности Христа. После ереси Ария еще два заблуждения с новой силой начали беспокоить церковь. Во-первых, это была ересь под названием монофизитство. Еще один неверный взгляд на личность Христа развел учитель V века. Его звали Евтихий и его сторонники, город Константинополь. И втихианство, или монофизитство его называют, исповедовал в Иисусе Христе только одну божественную природу, из-за чего Христос признавался только Богом, но не человеком. То есть это были люди, которые отрицали, что Христос был один человек с двумя природами. Они говорили, что человеческая природа Христа, которую воспринял он от своей матери Марии, растворилась в божественной природе, как капля меда в океане и потеряла свое бытие. Таким образом, признание Иисуса Христа только Богом и не признание в Нем человека. Во-вторых, ересь под названием нестарианство. В том же V веке, только в Египте, был другой служитель его имени Сторий. В своем учении Нисторий очень часто рассматривал божественную и человеческую природу Христа отдельно, что дало некоторым людям повод приписывать, будто он учил, что во Христе божественная и человеческая личности находились в союзе, но не в единстве. То есть нестарианство подразумевал двоякую личность, признавая человеческую и божественную природу Христа, но отрицал единство этих двух природ и утверждал, что Христос был двумя личностями. Первая ересь – евтихианство – сводит две природы Христа в одну. Вторая ересь – нестарианство – утверждает Христа как две личности. Мы с вами отметили, что это событие V века. Возникает вопрос, что поэтому и, может быть, по другим поводам делала Церковь в того времени. Очень важно отметить и важно понимать, что в V веке Церковь не состояла из множества исповеданий или конфессий. Не было католиков, не было православных и не было протестантов. Церковь V века была едина. Именно вот к тому времени сложилась уже очень благословенная Богом практика, практика решения церковных вопросов, которые касались не только библейского учения, но и вообще жизни Церкви. Старшие служители Церкви, их в то время называли епископы, они собирались для обсуждения. И вот такие вот собрания старших служителей, епископов получило название церковные соборы. В скором времени церковные соборы начали называть вселенскими соборами. Почему же это соборы вселенские? Потому что решения этих соборов принимались всеми церквами. И так собор единодушно выражает вероучение, а поместные церкви принимают это решение. Ереси, связанные с пониманием личности Христа, послужили причиной проведения уже четвертого Вселенского собора в городе Халкидон. А сегодня это район, один из районов города Стамбул. А решения Халкидонского собора закрепили, с одной стороны, понимание природы Троицы, и с другой стороны, закрепили понимание природы Христа. И сегодня, спустя много-много сотен лет, решения Халкидонского собора принимаются католической церковью, принимаются православной церковью и принимаются большинством протестантских церквей. К тому времени Халкидон представляет собой пик богословских споров, наибольшую глубину и серьезность разработки богомыслия. Позвольте зачитать заключительный текст Халкидонского вероисповедания. Итак, 25 октября, 451 год. Итак, следуя за божественными отцами, мы, служители церкви, которые собрались для решения этого вопроса, все единогласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенным по божеству и Его же самого совершенным по человечности, подлинно Бога и Его же самого подлинно человека из разумной души и тела, единосущным Отцу по божеству и Его же самого, единосущным нам по человечеству, подобным нам во всем, кроме греха, прежде веков рожденным из Отца по божеству, а в последние дни Его же самого для нас и для нашего спасения, рожденного по человечеству из Марии и Девы Богородицы, одного и того же Христа, Сына, Господа Единородного, показываем в двух природах неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучно. Учим исповедовать нерассекаемым или различаемым на два лица, но одним и тем же Сыном и Единородным Богом Словом, Господом Иисусом Христом, как изначало о Нем изрекли пророки, и наставил нас Сам Господь Иисус Христос, и как передал нам символ Отцов наших. Аминь. Позвольте отметить некоторые пункты этого символа веры. Основное, что утверждалось, это то, что Христос – это один человек с двумя природами, божественная и человеческая, истинно человек, истинно Бог. Мы с вами прочитали подлинно человек и подлинно Бог. Об Иисусе Христе мы утверждаем две природы, но одна личность. Наряду с этими утверждениями, один человек, две природы, Алкидонский собор выдвинул четыре отрицания. Христа показываем в двух природах. Первое отрицание – неслитно, второе отрицание – непревращенно, третье отрицание – неразделимо, и четвертое отрицание – неразлучно. Между прочим, это очень важная особенность объяснения библейского учения, стремление передать библейское учение посредством отрицания. То есть не только что-то утверждается символами веры, но и отрицается. Например, в некотором смысле мы с вами определяем Бога тем, кем Он не является. Мы с вами говорим «Бог бесконечен» – это отрицание. То есть в Нем не может быть конца существования, или мы с вами говорим «Он неизменен», не может быть перемены в Его характере. Вот эта вот халкидонская формула исповедания веры подчеркивает единство личности Христа, но различие Его двух природ – божественной и человеческой. То есть человеческая и божественная природа Христа существуют нераздельно, неслитно и не будучи поглощенными одна другой. То есть человеческая природа Христа всегда человеческая. Она подчиняется нормальным ограничениям человека, а божественная природа всегда божественна. Ну, как пример, позвольте напомнить, один из библейских текстов, который часто служит очень трудным для понимания. В Евангелии говорят нам о вопросе учеников к Иисусу Христу. Это Евангелие от Матфея, 24 глава. И вот когда он сказал, посмотрел на храм, он сказал своим ученикам, что скоро здесь все будет разрушено. Они спрашивают его, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века. Я думаю, вы очень хорошо помните, как Христос ответил. В 36 стихе он сказал о дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Другими словами, Иисус ответил своим ученикам, что он не знал, когда наступит конец света. Так вот, было ли это признаком человеческой природы Христа или признаком божественной природы? Когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа в том виде, в котором она отображается на страницах Писания, некоторые его действия очень легко приписать его человеческой природе. К примеру, Евангелие говорят о том, что в Гефсиманском саду у Христа был пот. Было ли это проявлением божественной природы? Ни в коем случае нет, потому что Бог не потеет. Точно так же Бог не испытывает голода или жажды. Бог не устает и Бог не спит. Когда Иисус Христос сказал, что не знает времени пришествия, это и было очевидным утверждением его человечности. Но может ли быть такое, чтобы Христос чего-то не знал? А если может быть, то как и почему? Вы знаете, это очень похоже на другой вопрос, как, к примеру, Иисус с его божественной природой мог испытывать голод, о чем Библия очень ясно и открыто говорит. Именно такого утверждает халкидонский символ веры. Важно различать божественную природу и человеческую природу Христа. Важно природы эти не путать и не смешивать. Человеческий разум Христа всегда был в единстве с его божественным разумом. И мы видим, что в Новом Завете видим, что Иисус очень часто демонстрирует сверхъестественные знания. Он открывает вещи, которых ни один человек не мог знать. Тем не менее, для божественной природы одно дело передавать знания человеческой природе, но совсем другое дело для божественной природы поглотить человеческую природу, чтобы человеческая природа перестала существовать. Да, человеческий разум имел доступ к божественному, но они не были одинаковыми. Поэтому существовали некоторые вещи, о которых Иисус не знал по его собственному свидетельству. Четыре отрицания халагидонского символа веры устанавливают для нас с вами границы, в которых мы с вами стремимся понять тайну воплощения. Очень важно подчеркнуть слово «тайна». Даже со всеми утверждениями и отрицаниями любого символа веры человеку невозможно проникнуть в глубину того, что значит для Христа быть истинно Богом и истинно человеком. Иисус Христос – это тот, кто является единственным в своем роде. Во всей истории человечества был только один, воплощенный Богом, и тайна воплощения остается за пределами нашего полного понимания. Ну, в общем, халагидонское исповедание веры, какое значение имеет для нас с вами? Во-первых, есть утверждение в этом символе веры, которое должен сделать каждый христианин. Христос – это истинно Бог и истинно человек. Во-вторых, пытаясь объяснить единство божественной и человеческой природы, Иисуса Христа необходимо использовать эти четыре отрицания – неслитно, непревращенно, неразделимо и неразлучно. Все, что находится за пределами установленных границ, уже называется ересью. Все, что находится за пределами установленных границ этого символа исповедания веры, называется ересью. Таким образом, любая попытка объяснить союз двух природ во Христе, не учитывая установленные границ, неизбежно приведет нас к какой-либо ереси. Халагидонское исповедание веры ограничивает нас так, что мы не можем соединить две природы в одну или резко разделить эти две природы. Каждая из природ Иисуса Христа сохраняет свои атрибуты. Став человеком, Христос не оставил в стороне ни одного из своих божественных качеств. Ну вот мы с вами приближаемся к празднику Рождества. Я не хочу никого обидеть, но просто, братья и сестры, вот для более точного понимания личности Христа, знаете, это немножко неправильно утверждать об Иисусе Христе, что Он оставил славу неба. Библия об этом говорит немного по-другому. Иисус Христос говорил о том, что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий сущий на небесах. Когда Он был на земле человеком, Он продолжал оставаться Богом на небесах. В момент воплощения у Христа ничего не убыло, Он ничего не оставил. Наоборот, Библия говорит, Он принял. Принял природу человека, принял образ слуги. Итак, вечный, бесконечный, неизменный, всезнающий и всемогущий. Но человеческая природа Иисуса Христа, она также сохранила все качества человека. Имея тело человека, Он был ограничен пространством и временем. То есть именно это дает нам с вами направление в изучении личности Иисуса Христа. Для того, чтобы искупить людей от грехов, Христос должен был быть истинным человеком. Поэтому именно вопрос о его человечности является не просто академическим вопросом, а в основном практическим. В чем же доказательство его человеческой природы? Ну, Библия очень ясно говорит о том, что Он родился как человек. В послании Галатам, 4 глава, 4 стих, Павел очень интересно пишет и говорит, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины. Павел говорит, родился от женщины, что подтверждается повествованием Евангелий. Именно в силу этого Христос назван был Сыном Давидовым и Сыном Авраамовым. В послании Кремльном мы читаем, что Он родился от семени Давидова по плоти. Вот, читая Евангелие, вы заметите, что в некоторых случаях, в нескольких случаях Он назван Сыном Давида. Простите, Сыном Иосифа. Это ошибочное представление, неправильное представление. И Лука в одном месте делает вот такую вот замерку, заметку, как думали Сыном Иосифа. Можно проследить, что всякий раз, если кто-то назвал Иисуса Христа Сын Иосифа, это дело люди, которые не были близко с Ним знакомы. Это не были Его ученики или не были апостолы. То есть ошибочно Христа называли Сын Иосифа. В связи с рождением Христа возникает очень важный вопрос. Ну, если Христос родился от Девы, не унаследовал ли Он греховной плоти от Своей Матери? Однако Писание очень определенно высказывается и говорит, что нет. Библия об Иисусе Христе говорит, что Он не знал греха, что Он святой, непричастный, злу, непорочный и отделенный от грешников. Когда был день Благовещения Гавриила, Он сказал об Иисусе Христе, что это рождаемое святое. Далее, Священное Писание говорит, что Христос развивался как человек. Он прошел путь обычного развития, который проходят к люди. Так, например, нам сказано, что Он возрастал и укреплялся Духом. То есть, Евангелист Лука говорит нам как об интеллектуальном, так и о физическом развитии Христа. То есть, развитие Христа – это как результат обычных законов человеческого роста. Священное Писание также отмечает воспитание Христа и говорит о том, что Он воспитался в очень богобоязненной семье, в богобоязненном доме. Он регулярно посещал храм, регулярно посещал синагоги. Дальше, Священное Писание говорит, что Он обладал существенными элементами человеческой природы, а именно, у Иисуса Христа было тело, физическое тело человека. Со всеми необходимыми свойствами человеческой природы. У Него был разум, у Него была свободная воля. Он мог рассуждать и проявлять желание. Также, Священное Писание говорит нам о том, что Он обладал душой и духом. Далее, Библия говорит о том, что Христос обладал безгрешными несовершенствами человеческой природы. Что же за безгрешные несовершенства человеческой природы? Очень просто. Он уставал. Они шли с учениками из Иудеи. В Галилею остановились в Самаре, около колодца. И написано, что Христос, утрудившись от пути, то есть Он устал в пути. Священное Писание говорит, что Он испытывал голод, Он испытывал жажду. А также Библия говорит, что Он спал. Библия говорит нам о том, что у Христа были искушения, которые Он переносил. Искушения в пустыне и искушения в Гефсиманском саду. Библия говорит о том, что Он зависел от Своего Небесного Отца, который давал Ему силу. Таким образом, у христиан на небесах имеется первосвященник, обладающий несравненной способностью сострадать всем тем, которые находятся в опасностях, в скорбях, в печалях. То есть все, через что проходит наш жизненный путь, знакомо Иисусу Христу. Он выглядел как человек. Многие изображения на открытках, на картинках показывают Христа сиянием вокруг головы. Писание об этом ничего не говорит. Напротив, мы с вами читаем, что все, встречавшиеся с Иисусом Христом, признавали Его за простого человека. То есть не было ничего, никакого сияния вокруг Его головы. То есть люди видели в Нем простого, обычного человека. Даже после Своего воскресения Он обладал внешностью человека. Сегодня на небесах Он существует как человек. Апостол Павел, посланник Тимофею, 2 глава, 5 стих, пишут следующие слова. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. Священное Писание свидетельствует о том, что Он придет опять. Он будет судить мир в праведности и будет судить мир как человек. Об этом опять говорит апостол Павел в городе Афины. Книга Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Ибо Бог назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, предопределенного им мужчины, человека, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Что касается Его человеческой природы, Христос больше не присутствует с нами в человеческой природе. Однако в Своей божественной природе Христос никогда не оставляет нас с вами. Это доказательство Его человечности. А вы знаете, вот одна из целей воплощения Иисуса Христа состояла в том, чтобы предоставить нам Христа пример. Священное Писание открывает нам характер Иисуса как идеал христианского хождения. Ну, буквально несколько мыслей о том, каким был характер Иисуса Христа, что Библия говорит о характере Иисуса Христа. В первую очередь, наверное, подчеркивается, что Он был абсолютно свят. Вот мы уже с вами отметили, что в Нем не было греха. Он был свят в Своем поведении. И Христос всегда делал то, что благогодно Его Отцу. Именно по этой причине нам нужно стремиться к святости. То есть апостол Петр говорит, будьте святы, потому что Он свят. Конечно, очень часто мы с вами утверждаем, что мы в своей святости далеки от именно праведности Иисуса Христа. Однако, вы знаете, это преступление для христиан избирать более низкий идеал, чем оставленном в Священном Писании. То есть идеал нашего христианского хождения – это Иисус Христос. И это грех для нас с вами, когда мы избираем более низкий идеал, чем праведность Иисуса Христа. Священное Писание говорит, что Христос обладал истинной любовью. Помните вот эти слова апостола Павла, что его любовь, которая превосходит разумение. Библия говорит, что Иисус Христос любил. Или можно обратить внимание, заметить вот эти вещи, если можно так сказать, которым устремлялась любовь к Иисусу Христа. В первую очередь, Священное Писание говорит, что Он любил Своего Небесного Отца. То есть Христос любил Своего Небесного Отца. Любовь Христа направлялась к Священному Писанию. А в его случае это были книги Ветхого Завета. Библия говорит о том, что любовь Христа направляется ко всем людям, ко всем людям в общем, но особенно. А Господь любил грешников и мытарей. Библия говорит, что Он любит всех погибших до такой степени, что положил свою жизнь за них. Между прочим, его характер был совершенно уравновешенным. Библия говорит о том, что Он скорбел, Он печалился, но также Он очень много радовался. У Него была внутренняя, красивая, прекрасная радость, воина, который знает, что Он одержит победу. Мы нигде не читаем, чтобы Иисус смеялся. Но не один раз мы с вами читаем о том, что Он плакал. Он скорбел о тех, кто добровольно отвергали Его спасение. Есть один библейский текст, в котором люди немножко ошиблись в Его возрасте. Помните, вот евангелист Иоанн пишет эту историю, когда обращаются к нему и говорят, что, ну вот тебе нет еще 50, и ты говоришь, что ты видел Авраама. То есть ему было немножко больше, чем 30 лет, а люди ему давали почти 50. А почему? А потому что Библия говорит, что Он понес наши болезни, Он понес наши скорби и наши грехи. То есть по виду Христос может сделать такое предположение, Он выглядел старше именно по этой причине. Библия говорит, что Он проводил прекрасную, замечательную молитвенную жизнь. Молился часто, молился, ну всегда должен был делать что-то сложное, что-то серьезное. Библия говорит, что Он непрестанно трудился. Его деятельность начиналась ранним утром, и Он продолжал трудиться до поздней ночи. Утром Его можно было найти в храме, а ночью к Нему мог прийти Никодим. Когда у Него появлялась такая возможность помогать нуждающимся, Он забывал о пище, и Он забывал об отдыхе. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, Господь Иисус Христос, Бог Сын, принял человеческую природу, что является очень важной доктриной христианства. Мы утверждаем, что человечество Иисуса Христа было точно таким, как наше. Он стал человеком ради нас, чтобы мог быть нашим искупителем. Он стал нашей заменой. Почему? Потому что Он взял на себя наши грехи. Он также стал нашим защитником. Почему? Потому что Он исполнил Божий закон от нашего имени. Поэтому при искуплении происходит двойной обмен. Наши с вами грехи передаются Иисусу Христу, а Его праведность передается нам с вами. Несовершенство нашей с вами природы ведет его к Божьему суду, а совершенство его человеческой природы ведет нас с вами к благословениям, которые мы получаем от Небесного Отца. Мы поблагодарим Бога в наших молитвах за нашего Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.